Приветствую вас, и первое, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что я очень хорошо вас понимаю, понимаю, что вам тяжело, понимаю, что вам неприятно, понимаю, что вы хотели бы как можно быстрее прояснить ситуацию, я понимаю, что вам не нравится, как сейчас происходит дело, как сейчас происходит ситуация, но понимаете, какой во всем этом момент? Дело в том, что если вы сейчас сами от девушки, допустим, уйдете, то вы поставите себя в определенное положение, это положение будет таким, что вы сами решили уйти, вы сами решили, ну, родоватые отношения, и виноваты в этом будете только по сути дела вы сами, то есть вашей девушке не объяснить, например, что вам не нравится такое поведение, что вас не устраивает, что вы считаете, вообще-то говоря, это оскорбительным и так далее, вашей девушке этого не объяснить, потому что у нее есть сейчас свои определенные моменты, она считает, что она права, она считает, что она ничего плохого не делает, и это значит, что вам ее не переубедить, но важно так же и то, чтобы она чувствовала, что она сама своим поведением создает все то, что происходит, создает разрыв отношений, и для этого нужно вам не проявлять сколько-нибудь такой явной реакции, как бы сильно вам этого не хотелось, не нужно этого делать, что вам можно и нужно сделать? во-первых, так, что да, девушка сравнивает вас с своим бывшим правным, и постоянно приводит его вам в пример, и понятно, что отношения тут ведут в никуда, но, во-первых, надо сказать, что вам самому, чтобы не сгенерировать еще больше негатив свой адрес, можно и нужно делать примерно следующее, просто-напросто, не разрывая с ней отношения, как вы хотите, не особо ожидая того, что она что-то поменяет, а она, ну, скорее всего, не поменяет ничего, потому что она заинтересована исключительно в своих, так сказать, желаниях и целях, а не в том, чтобы вам было хорошо, да, вот, вот, а просто скажите ей прямо и честно, что вам неприятно то, что она делает. То есть вы понимаете, что она имеет полное право на подобные вещи, вы понимаете, что она имеет право делать то, что она делает, что вы не можете никаким образом ее переубедить, да и не хотите, по сути дела, ее переубеждать как-то, потому что понимаете, что это, скажем так, бесполезно, но вы сами, как бы, терпеть этого не будете, вы сами не будете мириться с тем, как она себя ведет. И я скажу, что вы устали от того, что постоянно в ваших отношениях, как бы, присутствует третье лицо, это третье лицо, бывший парень, да, и вы хотите взять паузу, чтобы подумать всем, чтобы переосмыслить, чтобы передохнуть. И вот, по сути, это пауза, решение уже именно ваше, и вы, как человек, ну, состоятельный, взрослый, имеете полное право на это, вы имеете полное право на подобное проявление, вы находитесь здесь исключительно в своем праве, девушка не имеет никаких оснований обвинять вас в этом решении, потому что она, по сути, сама провоцировала такую ситуацию, и вы тем самым позволяете ситуации течь, течь так, как она течет. Ну, если девушка настроена на то, чтобы к бывшему парню вернуться, то понятно, что подобное ваше поведение ее к этому лишь подтолкнет. То есть она почувствует себя свободной, да, она почувствует себя освободившейся от вас, и, скорее всего, очень быстро уйдет к своему молодому человеку бывшему, если у нее есть к этому звание. Но, если она планирует что-то изменить, если она хочет что-то изменить, если она считает нужным возможным и необходимым что-то изменить, то, опять-таки, такое вот ваше поведение, такая вот ваша реакция, сподвигнет как раз-таки ее на то, чтобы начать свое поведение меня. она увидит благодаря такой реакции, что вы терпеть ее поведение не будете. Она увидит благодаря такой вашей реакции, что может вас потерять. И если она боится вас потерять, и если такая вообще вот возможность, такой вариант существует, что она боится вас потерять, то вот тогда она изменит свое отношение к вам. Я надеюсь, понятно, объяснил, что прерывать отношения, разорвать их, разрушить вы успеете, в принципе, всегда. И не нужно, я думаю, что так, знаете, не нужно торопиться с этим. Потому что если от человека вы независимы, а вы, судя по всему, определенно от него независимы, то, соответственно, вы находитесь исключительно в своем праве. То есть это означает, что вы в любой момент можете отношения разрушить, в любой момент можете сказать, что все хватит, и, собственно, это будет означать конец. Но если вы находитесь в таком свободном положении, то всегда успеете это сделать. И главное быть до конца уверенным в том, что вы поступили правильно. Чтобы не оставалось и тени сомнения в том, что вы сделали то, как требовало того ситуация. Чтобы вы сами себя, например, не съедали, не изводили сомнениями. Ведь это очень большая проблема. Как вы думаете, почему, например, девушка до сих пор хранит подарки парам? Потому что она совершила поступок, она разрушила отношения, поспешив, она поспешила. И именно поэтому, вот так все сложилось, именно поэтому теперь она разрывает отношения с вами, именно поэтому она не может до конца отпустить молодого человека, именно поэтому она скорее всего уйдет и от него тоже, просто потому что там, ну понятно, что если ушла один раз, то уйдет и еще. вот, и чтобы не было вот как раз-таки такого с вами, чтобы такого с вами не происходило, и нужно сделать то, о чем я говорю. И тогда у вас все будет хорошее. Тогда вы сможете отношения завершить, завершите их нормально, и все у вас будет в порядке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой инвест. Буду благодарен, если все сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...